В пресс-центре РИА Калмыкия прошел брифинг, посвященный Всемирному дню памяти жертв ДТП. Спикерами выступили депутат Народного хурала Батар Миргульчиев, председатель КРУА Алексей Ванькаев, старший инспектор по особым поручениям регионального управления ГИБДД Игорь Зайцев. День памяти жертв ДТП – это не только повод вспомнить о тех, кто погиб на дороге, но и задуматься о движении к нулевой смертности на дорогах. Участники говорили об актуальных проблемах, влияющих на статистику ДТП в республике, в том числе о необходимости ужесточения административного наказания за незаконный выпуск АТА и увеличение санкций к пешеходам, которые нарушают ПДД. Также немаловажным фактором здесь остается несоблюдение скоростного режима, особенно на трассах федерального значения. По итогу 10 месяцев зарегистрировано 336 дорожно-транспортных происшествий, в которых, к сожалению, 58 человек погибло, 496 получили ранения различной степени тяжести. Нам удалось немного сократить состояние аварийности, то есть все три основных показателя аварийности у нас по итогу 10 месяцев сокращены, и данная тенденция сокращения дорожно-транспортного травматизма у нас ведется с 2019 года. Хотелось бы сейчас акцентировать особое внимание на проблематике детского дорожно-транспортного травматизма. В текущем году у нас зарегистрирован серьезный рост детского дорожно-транспортного травматизма, то есть у нас за 10 месяцев 58 ДТП произошло с участием несовершеннолетних, 7 детей мы потеряли, 71 ребенок получил ранение. Также немало остается выявленных фактов нарушения правил перевозки детей в салоне автомобиля. За 10 месяцев более 900 водителей у нас привлечены по данной статье. То есть, как я еще раз повторюсь, это попустительское отношение к соблюдению правил дорожного движения, попустительское отношение к сохранению жизни, здоровья детей, своих же детей.